Достоевский, Толстой, Тургенев и Гончаров, Катаев и Пастернак. На обложках этих книг имена десятков писателей, без изучения творчества которых не могут обойтись школьные уроки. Волонтеры из молодой гвардии «Единой России» сортируют драгоценные тома и бережно упаковывают. Скоро этот груз отправится в путешествие. Лучший друг ребенка – это книга. Дети, которые долгие годы ждали присоединения к России, должны иметь возможность свободно читать на русском языке, говорить на русском языке. И именно с такой целью запущена акция «Единой России» – книги Донбассу. Раньше книги принимали только в партийном офисе. Своеобразным развитием и расширением проекта стало размещение пунктов сбора в пешей доступности для жителей многоквартирных домов. Один из них в январе открылся в УК Купеленко. В ее управлении находится 40 домов, в которых проживает порядка 25 тысяч жителей. Многие из них с теплом откликнулись на призыв партии «Единая Россия». Мы благодарим всех неравнодушных жителей, которые приняли участие в акции. Книги для Донбасса. Сегодня наши книги отправляются в пункт назначения, в библиотеки. Будем надеяться, что наши жители, новые жители нашего государства, будут читать эти книги. Старт акции был дан в России больше года назад. В Ленинском городском округе на протяжении всего этого времени в ней принимают участие сотрудники творческих и общественных организаций муниципалитета, представители бизнес-сообщества, учителя и ученики школ, неравнодушные жители. В Ленинском отделении «Единой России» было собрано свыше 17 тысяч книг исключительно русской классической литературы, которая будет доставлена в библиотеки новых регионов для пополнения библиотечных фондов, школьных фондов, для того, чтобы дети имели возможность читать на русском языке. Акция будет продолжаться, ведь каждая книжка – это возможность для многих мальчишек и девчонок прикоснуться к жемчужинам русской литературы. И чем больше людей присоединятся к акции, тем быстрее будет решена эта задача. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.